Так, всем доброе утро! Доброе утро всем, кто уже проснулся, кто также завтракает по утрам. Завтрак это очень важно. Если мы пропускаем этот прием пищи, мы обязательно наедаемся на ночь. А кто кушает на ночь, тот обязательно будет иметь лишний вес. Это вопрос времени. Сегодня я поделюсь рецептом пирога. Я буду готовить на одну порцию, всегда можно удвоить, утроить, сколько вам нужно. Я покажу рецепт на одну порцию. Я уже говорила и буду говорить о том, что здоровое питание это недорого. Если использовать сезонные продукты, если правильно их сочетать и балансировать, это недорого. Более того, всегда можно найти альтернативную замену любым продуктам, будь то дорогие, будь то более дешевые. Вопрос в том, сколько и в каком количестве, что на что можно заменить. Для этого и существует нутрициолог. Вообще, лекарство от яда отличает мера. Сегодня я поделюсь рецептом тыквенного пирога. Тыква это самый сезонный продукт сейчас. С бабушкиного огорода. Для этого рецепта нам понадобится 200 грамм сырой тыквы. Тесто я буду готовить в блендере. Я стараюсь все максимально упростить и ускорить, чтобы много времени не занимало. Сегодня я воспользовалась микроволновкой. Да, я иногда это делаю. Если у вас есть больше времени, можно использовать духовку. Поставить минут на 10-15 ее запечь, чтобы она стала мягкой. Или же отварить. Я не идеальный человек. Сегодня я использовала микроволновку. 200 грамм тыквы. Дальше нам понадобится 2 столовые ложки овсяной муки. Если у вас нет муки, можно просто перемолоть овсяные хлопья. Желательно, чтобы это были цельные зернышки, без добавочного сахара, цельные плющеные зернышки. Без никаких дополнительных простых углеводов в виде фруктов, либо орешков, которые пережарены, уже совсем бесполезны. Просто овсянка. 2 столовые ложки. Дальше нам понадобится 1 столовая ложка какао. Обычный порошок, без сахара. 2 столовые ложки молока. У меня 2,5%. Прошлый пирог у меня получился не очень пышным, поэтому я добавлю пол чайной ложечки разрыхлителя. У кого есть противопоказания, можете не добавлять разрыхлителя. Также для выпечки я использую стемень. Вот такой пакетик, здесь примерно 300 грамм. Я покупала его, продается в любом супермаркете. Стоит около 100 с чем-то гривен. Я иногда добавляю ее в выпечку для того, чтобы подсластить. Потому что она идет без сахара. Можно не добавлять стемень. Она имеет 0 калорий. Натуральный заменитель сахара. Этого пакетика мне хватило вот уже на 3 месяца. Четвертый пошел. И для того, чтобы блюдо вкусно пахло, чтобы приятно было его кушать, я еще добавляю немножко ванилина. Чепотки. Еще одно яйцо, которое нужно добавить. Так, одно яйцо. И такой совет от поваров. Для того, чтобы подчеркнуть вкус даже соленого блюда. Даже сладкого блюда. Стоит добавить одну щепоточку соли. Соль я использую морскую, потому что она гораздо полезнее обычной. Все. Теперь все взбиваем. Сейчас я буду немножко шуметь. Я хочу, чтобы все ингредиенты равномерно пробились. Поэтому я собираю все со стенок. И еще раз взбиваю. Все. Наше тесто готово. Вот такая сметанообразная консистенция должна получиться. Можно разливать по формочкам и ставить в духовку. Запекаем при температуре 180 градусов 35-45 минут. Смотрите по вашей духовке. Для того, чтобы мы с вами долго не ждали, у меня есть заготовка со вчерашнего дня. Вот такой пирог. Он без разрыхлителя. Поэтому эта масса получится гораздо пышнее. Подаем. 10 грамм шоколада. Я его уже натерла. Можно растопить. 10 грамм черного шоколада. И 10 грамм кунжута. Желательно все это сделать через весы. Я уже отвесила. Потому что он очень калорийный. Чтобы не переборщить. Вот такой пирог у меня получился. Сейчас я разрежу. Не очень видно, как он внутри. Но все уже. Вот такой питательный завтрак у меня получился. Завариваем себе чашечку кофе или чая. И всем приятного аппетита. А, забыла сказать. Такой рецепт я даю сейчас на марафонах. Можно его кушать и худеть. Всем хорошего дня. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok